Огромный, у нас будет сейчас остебец присутствующий организатор. Именно, вот, и про свой ученый, который мы с тобой поступали, у нас Олега Альбертовича, Арнелла Георгиевича. У него замечательное воскресенье было, я не обслушал, что были пункты, но я думаю, где осталось раскрыто о воде. Кстати, дело в том, что для Донбасса проблема воды, экологическая проблема, она существовала и до войны. Я хочу обратить внимание сразу, те, кто будет заниматься, но наши знают, что у нас проблемы в Донецке и Луганском области разные. Донецк обжается водой по каналу Донецк-Донбасс и туда или. У нас же, если северная часть, которая освобожденная, она имеет достаточно своих ресурсов относительно, а вот южная часть, которая занята, это шахтерские края, многосот-километровый водовод гонит воду из Владисичанска, гонит воду из Владисичанска, гонит воду из Владисичанска. Кстати, я не знаю, сейчас работает ТЭЦ, мне интересно какая-то, даём мы водичку сепаратистом, или этот сфаль что-то умалчивается на раскопании. И поэтому это разные сферы. У нас подземная вода. Подземная вода, чем хорошо, она не загрязнена биологическими примесениями, но она очень жёсткая, потому что у нас мерильные слои этого. И нам пытались её много раз решить. Сейчас проблема обостряется вдвойне, потому что, конечно, шахта Луганская разбита полностью, затоплена, это под Луганском, у нас затоплены все четыре стволы основного блока 2 и Масчинского блока тоже. Я не знаю, в Лутуге, наоборот, и в таком же положении или нет, и в белом. Ну, по крайней мере, поскольку у нас, ну, вы знаете, Мельгель, наверное, это рыхлый слой почвы, то есть получается глубина Луганская соцветла горизонта 470-530 метров, плюс до 700 разработка идёт. То есть до 700 метров оттуда все эти примеси могут быть соли, войти через пористые слоя и заразить практически полностью все водоносные слои Луганска. И не только те, которые добываются, у нас там несколько водозаборов, но и те, где пользуются люди, колодцы и это. Поэтому я предлагаю прямо записать, записать или запомнить, когда вы понимаете, обязательно две, в первую очередь, пересередать проблема, которая при освобождении районов Донбасса и не освобожденных районов Донбасса, это надо решить проблему питьевого водоснабжения Луганска и Донецкой областей. И тех территорий, которые у нас, и тех, которые мы освободили. Притом, это первая задача. И вторая задача, что здесь нужно, конечно, я согласен, сделать мониторинг, сначала, чтобы данные были для этого, это проблема, и дать рекомендации. Но уже дать рекомендации А, А, 2А, на научной основе, говорить на институтом технологиях, и второе, на том, как мы можем использовать первые, которые чистые остались. Потому что у нас, предлагалось, уже разработка была, но она идет тихо, так шла, ну и по инициативе, по определенным, возможно, каким-то там программам отдельным, у нас поднимался вопрос осматической очистки воды. Потому что, на самом деле, воды много. Вот шахта воды, мы откачиваем ее и сбрасываем ее в реки. Когда шахта работает, с каждой шахты течет маленький ручей. Ну, по сути, как речка, вот, воды. Но она грязная, она загрязненная маслами, отходами, крысами, ну, да, биологическими отходами, то есть она загрязнена пылью, и она очень жесткая, это кондиционированная вода, полностью, там, огромное количество кальция. Поэтому, вот, на основе план, то есть, первая задача сейчас, поставить по возрождению Галышевского наших областей, это с обжимением питьевой водой. И программы разработки, рекомендации по питьевой воде, тех областей, которые будут, и тех, которые... Потому что она была, проблемой ее не решали, особенно. Помните, для луганчайного пол, помните? Еще тихо нам говорил, эти, все нам создавали полмиллиарда рублей, чтобы луган столько восстановить, в одну систему, это плечо огромный водовод, там, 200 или 300 километров, северо-на-юг, потому что он тянет по исходу этого тарифа, и что никак эти деньги не давали. И конфессию мы там делали, все, что угодно, это первое. И на основе национальную технологию дать разработку. Можно ли имеющиеся ресурсы опять восстанавливать эти водоводы, потому что он дырявый в щет? Либо, наоборот, какие сейчас современные есть технологии, чтобы там начать водоснабжение таких, питьевой водой в этих основах. То есть, пускай, можно через полон, надо привлекать эти асматические установки, фильтровальные и прочее, прочее. Вот это первый пункт, питьевая вода, пункт первый. Спасибо большое. Так, друзья, продолжаем дальше двигаться в рамках нашего круглого стола. Слово предоставляется Соруку Олегу Ивановичу, эксперту Таргенца ООН по борьбе с обстреливанием. И он нам поможет технические аспекты оценки экологического ущерба после вооруженного конфликта на востоке Украины. Я думаю, что в самом деле нужно будет кому-то потом делать расчеты, что же, какие, лучше какой ущерб, и кто несет ответственность, кто понесет реально ответственность за этот ущерб. Сейчас мы сейчас это выйдем. Добрый день. Когда мы говорим о дальнейшем экологическом будущем востока Украины, надо отчетливо понимать, что любое планирование, любые действия, которые мы хотим делать, должны начинаться с того, что мы должны оценить. А что мы имеем? Я буду говорить не совсем то, что показано на слайдах, но одно из основных прав человека – это право на здоровую окружающую среду. И заметьте, декларация ООН говорит о том, что мы несем ответственность перед будущими поколениями, в первую очередь. К сожалению, большинство военных конфликтов последнего времени характеризуются тем, что они являются полигоном для испытания в боевых условиях новых видов вооружения. Часть из них, в частности то, что показано на рисунке, уже запрещено соответствующими международными соглашениями, как, например, кассетные авиабомбы, что не мешает их использовать, по крайней мере, на протяжении последних 5-7 лет. Что сейчас происходит на востоке Украины в этом плане, никто из нас с вами не может сказать, кроме, может быть, сотрудников внешней военной разведки. Но то количество информации, которая сейчас происходит в российском информационном поле по поводу поступления новых или новейших систем вооружения дает нам основание предполагать, что, очевидно, какие-то испытания проводятся сейчас в боевых условиях. Боевые условия у России где? Правильно? На нашей территории. При этом давайте учитывать такую простую вещь. Мы говорим о том, что существуют минные поля, проблема их разминирования в будущем перед нами встанет. Но концепции применения систем массового или залпового огня, они базируются на том, что от 10 до 30% боезапаса срабатывает нештатно, то есть не взрывается. Это значит, что кроме минных полей официальных, мы с вами получаем огромные территории, на которых мы будем иметь те или иные боеприпасы, которые либо взорвутся в неподходящий момент, либо будут медленно разлагаться, загрязняя почвы. Да, здесь уже говорилось много о том, что существует большой международный опыт проведения экологической оценки последствий военных конфликтов. Ну, самое известное – это Вьетнам, конечно, это Афганистан, оценка была приведена для Кувейта и даже для Югославии. Здесь звездочка помечена Чечня, потому что чеченскую экспертизу проводили не по заказу государства, и международные эксперты не привлекались. То есть чисто российские эксперты сами без всякой поддержки пытались провести оценку. Давайте будем честными и скажем себе сами, что очень большая надежда возглавать на международные экспертизы не стоит. Вот, для примера, задача, поставленная перед пятью командами экспертов по оценке экологического ущерба военно-действия в Афганистане. Ну, согласитесь, что это не то, что было бы нужно нам. Совсем не было. Дело в том, что Афганистан, когда просил ЮНЕП провести подобную оценку, он не поставил конкретных задач, чего мы хотим. То же самое, кстати, произошло и в Кувейте, и в Югославии. Во Вьетнаме это делалось очень задним числом. То есть, если мы будем обращаться за помощью, я боюсь, что собственными силами Украина не обойдется, просто чисто финансово. Да, у нас есть достаточно большое количество специалистов, вот мы только что перед перерывом слушали замечательное выступление, но давайте опять-таки говорить о том, что ни приборная база у нас недостаточно сейчас, мы уже знаем, что в ближайшее время приборная база будет считаться невалидной, ни технические, ни финансовые возможности государства у нас сейчас не позволят провести экспертизу ущерба самостоятельно. То есть, нам надо сейчас готовить запрос международной организации о том, что мы хотим получить в результате этой экологической экспертизы. Чтобы мы не получили вот такой вот странный список, который процентом 7-8 соответствует реальным потребностям страны, как-то произошло с Афганистаном. А на афганскую миссию было потрачено, если я не ошибаюсь, порядка 3,5 миллионов долларов. Это на экспертизу? Что? Это на экспертизу? Это на деятельность миссии включать обеспечение безопасности, включать перелеты, медицинские страховки, выплаты экспертам и так далее, и так далее. Я просто достаточно хорошо знаю результат, как шел этот процесс, поскольку руководил миссией мой хороший приятель, бывший министр экологии Финляндии Пекка Хабесли. Ну, давайте вернемся непосредственно к тому, что может произойти. Вот здесь очень примерно классификация последствий действий непосредственно вооруженных формирований. Здесь есть как прямые, видимые, скажем так, последствия, так и более долгосрочные результаты. В первую очередь, это будет нанесен ущерб почвенному покрову, растительному покрову. Соответственно, дальше, вот цепочки, это пойдет на водные запасы, о которых мы уже здесь столько раз говорили, и тем не менее, давайте признаем, что это самое больное будет место, потому что все водозаборы, как официальные, а в сельской местности это достаточно массовое явление, у большинства, ну, не у большинства, но у многих домовладельцев наверняка есть свои скважины, с которыми они добывают воду с разных глубин. Так вот, последствия загрязнения грантовых вод, особенно на больших глубинах, они могут вылезть не через год, не через два, когда система государственная еще будет отслеживать ситуацию. Эти последствия вылезут лет через пятьдесят, семьдесят, сто пятьдесят, когда никто уже об этом думать не будет. Но это реальные последствия, от которых мы не избавимся очень долго. Не стоит забывать, что большая часть этой территории, то есть, особенно Донецкой области, эта зона достаточно засушивая. То есть, это те территории, где малейшее нарушение растительного почвенного покрова мог привести к возникновению очагового пустынивания. Если учесть масштаб боевых действий, территория, на которой мы можем получить достаточно сильные процессы деградации земель, то есть, утрата их плодородия и вообще их качества могут захватить, ну, как минимум треть территорий Донецкой и Луганской областей. Если не принять очень быстрых ответных мер, эти процессы могут стать необратимыми. Мы можем получить вторую искусственную пустыню в центре Европы. И с этим тоже надо что-то делать. Но давайте помнить и о том, что кроме военных действий, кроме военных формирований, существует еще население, существуют невоенные структуры, которые тоже могут внести свой вклад в формирование экономического кризиса. И, как следствие, мы при оценке должны учитывать и эти результаты. Следует также учитывать и то, что есть вещи, которые можно, что называется, пощупать, оценить, взвесить. Это химическое загрязнение земли, растительности, почвы, воздуха. Это загрязнение, скажем, теми же подходами металлов. То есть это осколки, это снаряды, это брошенная техника. Это, в конце концов, разливы топлива. Но вот сегодня было такое короткое выступление нашего коллеги из гидрометра. Что меня, например, зацепило? Что в моменты наиболее активных боевых действий контроля воздуха не было. Но ведь это именно те моменты, когда происходили основные выбросы боевых загрязняющих веществ. Сейчас мы их можем до какой-то степени отследить в почву, в воде, но облако распространения вот этих вот взрывов, веществ, образовавшихся в результате взрывов, мы сейчас отследить не можем. Куда оно ушло? На какое расстояние? То же самое с загрязнением водных ресурсов. Да, есть речка, течение смыло, унесло, но кроме воды есть еще донные осадки. И в донных осадках эти вещества могут лежать десятилетиями, и они будут постепенно размываться, постепенно выходить в питьевую воду, в техническую воду. Да, это будет без превышения, допустим, нормативов ПДК, но это все равно воздействие на организмы и человека, и животных. Это воздействие на сельхозкультуру. Есть еще и такие вещи, которые, ну, буквально через 2-3 минуты после окончания боевых действий мы ничем не измерим. Это, скажем, воздействие взрывной волны. Скажем, разрыв одной авиабомбы, это гарантированное уничтожение живых организмов в радиусе 50-70 метров от эпицентра взрыва. Можем ли мы это измерить спустя месяц? Никак. Но это конкретный экологический ущерб. И можно примерно оценить возможные экологические последствия для энергии. Я не говорю, что они здесь перечислены досконально. И что для нас важно? То, что мы считаем экологическими действиями, экологическими воздействиями, экологическими последствиями, оно неизбежно вылится в социально-экономические. Ну, в качестве примера, и здесь приведено снижение конкурентной способности продукции сельского лесного хозяйства. Мы все с вами прекрасно знаем, как будет реагировать покупатель, если сказать, бабушка на базаре скажет вам, а это из Чернобыльской зоны. Не надо улыбаться. То же самое нас ждет с вами с сельхозпродукцией из районов теперешних боевых действий. Потому что я, например, не хочу есть что-то неизвестного физического состава. И никто из вас не захочет. А уж тем более, никто не захочет кормить своих детей. То есть, мы сейчас должны просчитывать варианты либо дезактивации этих загрязнений, либо компенсационный механизм. Что можно выращивать на этих землях с тем, чтобы сельхозпроизводитель не пострадал. Но это только один из примеров. То есть, на самом деле, последствий гораздо больше. Ну и возвращаясь, собственно, к технической стороне. Есть несколько очень специфических моментов, которые затруднят оценку нанесенного экологического ущерба. И с моей точки зрения, самое главное, о чем мы уже здесь несколько раз говорили, это отсутствие юридического признания того, что наличие имеет место внешняя агрессия, внешняя интервенция. Сейчас фактически за все отвечает Украина. И компенсировать ущерб будет не кто-то, а наш с вами карман. Карман украинского нового вытворяющего. И здесь нужно предпринимать какие-то очень четкие шаги. А нету куда-то делать. Но кроме этого есть еще несколько моментов. Мы много говорили сегодня о мониторинге. О том, что нужно проводить мониторинг, необходимый мониторинг. Но с чего вот здесь достаточно много специалистов и кодовов. С чего начинается любой мониторинг? С определения точки нуля. Базового уровня. К сожалению, информация о довоенном состоянии этой территории она разбросана по нескольким ведомствам. Понятно, что основная ее часть должна быть в Министерстве экологии, но на самом деле я не уверен, что это так. По крайней мере, если мы собираемся проводить экологическую оценку ущерба, эта информация должна быть собрана в одном месте и это надо начинать уже сейчас. С тем, чтобы выявить пробелы, с тем, чтобы постараться определить как можно более четко, что мы имели до начала боевых действий. И тогда мы можем уже отталкиваясь от этого провести проводить и мониторинг и, собственно, оценку. Еще одна проблема это, конечно, размытость театра боевых действий. Здесь нет четко обозначенной линии фронта, есть осерьги какие-то, которые то возникают, то затухают. То есть необходимо очень четко картировать все места, где были те или иные боевые действия. Опять же, в условиях данного конфликта, наверное, одной из самых характерных его особенностей является то, что обе стороны используют не только одни и те же системы вооружения, но зачастую оружие и боеприпасы одних и тех же производителей. То есть в данном случае, если мы захотим разобраться конкретно, кто виноват, допустим, в обстреле того или иного опасного объекта. Мы не сможем доказать. Это будет очень сложно, потому что, опять-таки, как пользователи интернета, мы все помним замечательную историю о том, как в районе Донецкого аэропорта появился барабаш, который стрелял и по тем, и по этим. В данном случае нельзя исключать возможность, что кто-то третья сила или двенадцатая сила и со стороны расположения боевых порядков одной из конфликтующих сторон начнет производить обстрел этого предприятия или объекта и мы не сможем сказать, что нет, это не мы. Вариантов нет. Недоказуем. то есть фактически получается, что сейчас, уже сейчас, мы должны начинать с того, что алгоритм, скажем, действий, сбор информации и концентрация ее в одном месте, в одном органе по довоенному состоянию. Это первое. Второе. Подготовка запроса, начало подготовки запроса на оказание необходимой помощи, в том числе международной. И здесь надо учитывать опять-таки еще такой политический аспект. Как правило, в большинстве военных конфликтов в ликвидации последствий возникают различные политические ситуации, в частности, для нас важно сейчас что? В условиях, когда нет объявленной войны, обращаясь, скажем, в тот же самый ЮНЕП, о котором сегодня тоже упоминали, мы вынуждены будем тщательнейшим образом избегать всяких упоминаний о России. Почему? Потому что Россия на данный момент является одним из основных доноров ЮНЕП. И если мы скажем, что вот мы полагаем первоочередную вину России, ЮНЕП даже не желая этого будет вынужден нам отказать, потому что они борются за каждый цент от доноров. Если мы хотим получить средства из других источников, мы также будем должны учитывать политическую ситуацию, связанную с этими источниками. То есть при подготовке такого запроса надо быть очень-очень политически аккуратно, к сожалению. Вот на этом я, наверное, запомнил. Можно маленькую ремарочку в аспекте как раз последнего, что вы сказали о политической ситуации. Следует отметить, что сейчас уже Министерство юстиции в интересах Украины подало иск в Европейский суд по правам человека в связи с ситуацией аннексии Крыма и ситуации по Донбассу. И там озвучены уже суммы ущерба, правда, туда не включены вот эти все компенсации ущерба причиненного экологии. То есть в этом аспекте действительно ничего нету. Посчитали только ущерб, связанный конкретно с разрушением государственных предприятий и не более того. То здесь опять-таки возникает проблема. Иск подан уже против Российской Федерации, с агрессией Российской Федерации. То есть я боюсь, что как раз с точки зрения политической уже будет понятно, что Украина возлагает эту ответственность на Российскую Федерацию и тем более статус оккупированных территорий, который определён в Крыму также возлагает уже ответственность на Российскую Федерацию. И как раз в аспекте запроса в ЮНЕП действительно есть серьёзные проблемы приемлемости такого запроса стороны Украины. Потому что сейчас та же ситуация с Боингом, которую мы имеем, то есть международное сообщество стало уделять серьёзное внимание проблема востока Украины, конфликта востока Украины, когда произошёл этот уже чрезвычайный международный инцидент. То есть здесь действительно очень сложно будет определиться, какие международные сейчас институции смогут в этом аспекте с нами взаимодействовать. То есть мы, конечно, хотим услышать мнение всех присутствующих, потому что это очень важно. Мы планируем сформулировать наши обращения, наши предложения и к международным институциям, потому что действительно своих возможностей, ресурсов у Украины недостаточно для защиты своих интересов в этом вопросе. Спасибо. Ну, если нужно сразу отвечать. Давайте не будем смешивать разные юридические ситуации. Если Крым до Юрии признан как Украиной, так и международным сообществом оккупированной территории, то в отношении Донецкой и Луганской областей таких документов, таких заявлений нигде нет. Но Украина обратилась в Европейский суд против Российской Федерации в связи с этой ситуацией. Я, даже не будучи юристом, могу сразу вам ответить, что в части Крыма проблемы будет, в части Донецкой и Луганской областей ответ будет отрицательным. Но позиция Министерства юстиции, она уже провозглашена на международном уровне. Позиция Украины, в том числе и президента Украины Порошенко и премьер-министра и Семенника идет война. Называют конкретно государство агрессор. При этом в правом поле не введено ни военное положение, эти территории не признаны оккупированными. То есть мы здесь имеем вот такой обоюдоострович. Вот в этом как раз и заключается главная проблема. То есть сейчас пока нет документа, а есть только трясение воздуха, я извиняюсь за такой недипломатический термин. Зато правильно. Я думаю, что документа нет, но люди несут ущерб и люди через юридические структуры будут добиваться решения в свою сторону техпотеки, возмещения того ущерба. Кто будет ответчиком? Украина как государство, которое не обеспечивало? Или Российская Федерация в условиях ведения гибридной войны? Которая есть доказательства, что она участвует в этом. Я в том, что просто я извиняюсь, есть председентная практика по делам Европейского Суда, кстати, по делам, связанных с Приднестровьем. Там отвечают два государства. И Молдова, как государство, которое было обязано обеспечить, Российская Федерация, которая приняла участие через местное ополчение, через местные структуры в этом конфликте. Хотя там присутствовали де-юре российские войска. Де-юре признать, что у нас присутствуют российские войска на территории Донбасса, это проблема. С одной стороны звучат официальные заявления, что у нас есть российские военные. Блок НАТО официально заявляет, что мы фиксируем там передвижение российских войск. Но тем не менее официального заявления в виде документа, то есть в виде законодательного акта о статусе этих территорий как оккупированных мы не имеем сейчас. В общем, проблема действительно в правом поле мы будем с этим сталкиваться, в том числе по решению вот этих экологических вопросов и проведению, например, этого мониторинга соответствующих экспертиз. Слава Богу, все-таки европейский суд не пользуется процедентным правом, у нас все-таки римское право, а не англо-саксонское. Европейский суд как раз пользуется прецедентным правом. В таком случае я отношу вас к другому прецеденту обращения граждан бывшей Велославии по поводу агрессии НАТО. Когда страны НАТО не были признаны ответчиками. Ответчиками было признано правительство Велославия. Ну вот здесь есть и политический аспект. Есть и политический аспект таких дел, безусловно. Вот вернемся к экологическим проблемам. То есть реально возможно технически решить вопрос и посчитать какой ущерб был нанесен и для того, чтобы все-таки потом как-то оценить и поделить иск по экологическому ущербу странам. В полном объеме к сожалению в современной методике, чтобы не говорили мои коллеги, не позволяют оценить ущербно нанесены боевыми действиями. В первую очередь это связано с тем, что нигде в мире не существует абсолютно достоверных методик. Есть несколько школ, каждый из которых предлагает свои варианты и самое главное это то, что полная оценка экологического ущерба должна базироваться на концепции ну это может быть мое личное мнение, на концепции экосистемных услуг. это ну скажем так системные услуги это те блага, которые человек получает от окружающей среды. И которые доступны всем, вне зависимости ну не всегда всем скажем так, но речь идет о том, что то, что мы получаем от природы оно чего-то стоит. И вот оценка этой стоимости она тоже достаточно затруднена но мы можем получить в том или ином приближении порядок величин которыми можно оперировать согласитесь, что если произойдет пожар в той многоэтажке абсолютно точно до последней копейки ущерб мы не высчитываем здесь у нас та же самая ситуация у нас пожар в нашем доме фактически то есть то есть мы можем оценить порядок ущерб и мы можем использовать эти величины для попыток требования компенсации или хотя бы как базовые величины для того чтобы рассчитывать компенсаторные мероприятия там делать расчеты какого-то угодно еще есть вопросы обсуждения по этой теме есть вопрос закладчика вы заговорили там это боевые действия на определенных участках потом скажут сочетают 10-20-50 лет а вы не пробовали на местах боев 41-45 года проводить исследования как это отразилось и как это были участки мы знаем где были бои какой интенсивности примерно и посмотреть что происходит экстраполировать это на сегодняшнюю ситуацию к сожалению до недавнего времени я жил на территории которая очень далека от фронта боевых действий Второй мировой войны я только в прошлом году переехал вернуться в Украину из Узбекистана но вообще насколько я знаю попытки по крайней мере проведения подобных оценок были сделаны в Белоруссии были сделаны в Польше кстати говоря очень интересная очень интересная работа была сделана уже покойной германской демократической республики по оценке ущерба нанесенного группой советских войск Германии это оценка ущерба нанесенного полигонами местами дислокации воинских частей и так далее и так далее эта методика она известна она существует и я думаю что ее очень легко получить от наших немецких коллег а где нибудь есть в интернете сейчас где нибудь на ресурсах есть это само не уверен в написании опять таки можно найти я просто не слышал надо будет попробовать даже поюз продолжаем нашу работу у нас есть программа спасибо большое уважаемые друзья продолжаем нашу работу субтитры